Добрый вечер! Приветствую вас на Щелковском студии программы «Диалог». Я, Ирина Микеда, проведу для вас этот выпуск. У нас в гостях сегодня депутат Московской областной думы, председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Николаевич Шапкин. Здравствуйте! Добрый вечер, Ирина. Рад вас приветствовать в студии. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Спасибо, что вы пришли. Мы в прямом эфире работаем. Телефоны в студии 56 714 40 714 50. Звоните, пожалуйста, придумывайте и задавайте вопросы нашему гостю Владимиру Николаевичу. У вас есть примерно 50 минут, чтобы позвонить и задать вопрос. Прямой эфир. Первый вопрос задам я. Ну, сейчас в последние дни вся страна и, наверное, не только наша страна обсуждает программное выступление президента, послание федеральному собранию. Какие для себя ориентиры, Владимир Николаевич, вы сделали из этого программного выступления? Здесь много тем, которые касаются непосредственно профиля возглавляемого мной комитета. Это, конечно, земельные отношения, это имущественные отношения, это лес, ну и отчасти экология, природопользование. Хотя уже второй год создан отдельно комитет. Раньше это входило в деятельность комитета по имущественным и земельным отношениям. Вы тоже недавно выступили с отчетом о работе за 2017 год, в котором обозначили свои основные принципы или направления деятельности. Да, я хочу напомнить зрителям. Законодательная деятельность, помощь органам местного самоуправления, предприятиям, организациям округа в решении каких-то местных вопросов, да, хозяйственных, социально-экономических, помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. И вот то, что немаловажно, это информирование о работе и обратная связь. Вот об этом мы сегодня с вами тоже и поговорим, да? Да, конечно. Вот, но начнем с самого сложного, но от этого не менее важного, с вашей законотворческой деятельности, которая касается вопросов землепользования, распоряжения собственностью Московской области. 24, да, если не ошибаюсь, закона подготовил ваш комитет и был принят думой. Что из этого вы отметите как наиболее значимое для жителей, может быть, для наших телезрителей, которые вас смотрят сейчас? И какие, может быть, уже результаты есть работы этих законопроектов? Ну, я бы, наверное, не останавливался на сути этих 24 законопроектов. Ну, вообще не надо, это самое интересное. Да, для профессионалов, что называется, разбирать все по косточкам, я бы, наверное, отметил те достижения и результаты в тех сферах, по которым мы принимали соответствующие законодательные акты. Ну, прежде всего, по закону об обороте земель Московской области. В основном, это земли сельхозназначения. Сегодня те законодательные моменты, которые были учтены в последнее время в законодательстве, они сегодня начали давать результаты. В чем вот основа заключается изменение? Ну, во-первых, первое, что это запрет на перевод земель сельхозназначения в другую категорию, без особых нужд. И последние вот три года земли переводились в другую категорию только тогда, когда, например, строились дороги. Это обходная дорога вокруг Одинцова, обходная дорога вокруг других городов, Сергея Посада, Подольска и так далее. То есть это вот особые нужды, да? Да, особые нужды. Это называется изъятие земель для государственных и муниципальных нужд. Это первое. Второе. Выполнен на сегодня главный принцип. Земли сельхозназначения должны работать. И сегодня мы констатируем, что 80% земель сельхозназначения в Московской области введены в оборот. Осталось 20%. Это за период трехлетний, последний, да, когда начались изменения в законодательстве. В чем они заключаются? Ну, во-первых, на те земли, собственники, которыми являются юридические или физические лица, был увеличен налог. В разы, в десятки раз, будем так говорить, и невыгодно стало держать эти земли, что называется, про запас. Есть три варианта. Либо самим заняться производством сельхозпродукции, либо сдать в аренду тем, кто этим занимается. И третий – это изъятие по суду. Вот эти меры, они возымели свою силу над теми, кто имел эти земли в собственности. И сегодня остается порядка 20% от общего массива земель сельхозназначения в Московской области, которые в течение последующих двух лет обязательно будут введены в оборот. Ну и, наверное, результаты по сельскому хозяйству, как по стране, так и по Московской области, говорят о том, что эти все меры законодательные сработали. Мы впервые в Московской области с 1991 года получили самый большой урожай, в основном по зерновым. Пошли урожаи по овощным культурам и картофелю. И как следствие этого начало развиваться животноводство. Особенно молочное животноводство, которое было характерно для Московской области в те советские времена, когда производилось год 2 миллиона тонн молока. Сегодня эти достижения скромнее, но я думаю, что это нужно время для того, чтобы и животноводство развить в нашей стране, и в Московской области. Но основой как раз явилось это ввести в оборот земли сельхозназначения. Я думаю, что с этим мы успешно справились и доведем вместе с правительством Московской области до логического завершения. То, что урожаи увеличились и показатели увеличились, это как раз за счет того, что земли стали работать? В том числе. Новые там владельцы или прежние? Вы знаете, Ирин, по-разному. По-разному это и передача в аренду, это и сами собственники начали производить сельхозпродукцию. И есть на сегодня случай, когда земли были изъяты по суду и переданы тем, кто хочет работать на земле. Спасибо. Я еще хочу вас спросить, тоже важное направление вашей работы, законотворческой. Это вопросы лесного хозяйства. Да, это вот... Вы заявили о том, что вам удалось, опять-таки, законодательными мерами победить эпидемию жука-караеда. И вообще, собственно, остановить. И леса сейчас восстанавливаются. Давайте об этом, пожалуйста, поговорим. Акции «Наш лес», «Лес Победы», который два раза в год проводится, это красиво. И мы сейчас как раз это увидим, как это проходит. Но это то, что на виду. А что остается, скажем так, за кадром? Какая работа проведена вами на законодательном уровне? На законодательном уровне мы провели целый комплекс работ. И на сегодня я бы хотел просто результаты сказать. Во-первых, мы добились, что в 2012 году земли лесного фонда были переданы в ведение правительства Московской области. И сейчас, соответственно, при увеличении бюджета на нужды лесного хозяйства Московской области, мы смогли восстановить количество лесничек. Например, их оставалось порядка 400, сейчас 1200. Помните последствия 2010 года, когда были большие пожары. Сегодня, ну, конечно, не дай бог, таких пожаров не нужно нам. Но мы готовы уже сейчас, с того времени, как леса перешли в наше ведение, мы построили 38 различных уровней противопожарных станций, обеспечили лесное хозяйство всем необходимым техническим оборудованием, техникой. И на сегодня есть результаты по восстановлению, вот по жуку-караеду. Конечно, эта эпидемия была последствием тех засушливых лет. Понятно, что в природе есть определенные моменты, когда вот такие случаются катаклизмы в природе. Но для нас главное, что мы провели комплекс мероприятий по восстановлению. Сегодня идет плановая работа. Сколько леса вырубается, столько уже сажаются. Последних два года. Сажаются только в рамках этих акций? Нет, нет. В рамках акций это просто общественная работа. Мы привлекаем наших жителей к тому, чтобы они приняли в этом участие. Конечно, основные работы проводит комитет лесного хозяйства. На сегодня стоит остро задача восстановления наших питомников в Московской области. Их порядка 28. Они сейчас начинают восстанавливаться, потому что материал приходится закупать в других регионах. И результаты, к сожалению, мы не можем увидеть сегодня. То количество леса, которое вновь посажено взамен вырубленных территорий, лет через 10 только покажет, что там начал расти новый лес. Это, конечно, природу не подтолкнешь, не увеличишь скорость восстановления лесов. Но задел на перспективу есть и законодательный, и организационный. Я думаю, что на сегодня время пошло в другую сторону. Не в сторону уменьшения лесных массивов, а в сторону увеличения. Уменьшение остановилось. Остановилось, да. Теперь пошел процесс восстановления. Знаете, как я хочу, хотела, думала, кому бы мне задать этот вопрос. Вот вам задам. Он может быть немножко несерьезный, а может быть и серьезный. В Новый год каждый раз мы видим елочные базары. И там Новый год проходит, а елок нераспроданных остается очень много. Их так жалко. И кажется, ну, запретить просто. Что вы можете как профессионал сказать по этому поводу? Можно ли это запретить или как-то еще повоздействовать? Или может быть это как-то по-другому регулируется? Конечно, это регулируется. Во-первых, наносят большой ущерб лесному хозяйству. Это браконьерская вырубка. Для этого существуют очень жесткие административные меры, вплоть до уголовных. Вот этого делать нельзя. А вот хозяйство лесное регулирует этот процесс. Почему? Потому что, когда мы высаживаем леса, их плотность очень высокая. И когда подрастает молодое дерево, конечно, это может сказать любой садовод или огородник, нужно прорежать. И вот в данном случае, если это вести, что называется, с умом, и как это должно быть, это не вредит. Наоборот, совмещается полезное с той традицией, которая есть у нас в стране, у нас в обществе. Ну, пока подавляющее большинство наших жителей хотят живую елку на Новый год. Поэтому здесь нет. Самое главное, чтобы не было вот такого браконьерского способа самостоятельно в лесу вырубить елку. Тогда действительно это нанесен будет урон. То есть елочные базары, мы в Подмосковье будем так говорить. Нет, это... Бизнес, это, еще раз говорю, традиция наша. Поэтому все это вполне регулируется. То есть они не пропадают, они естественным образом улучшают ситуацию, да? Да. С лесовым становлением. Естественно. Естественно. Ну вот, действительно не знала. Читала ваш отчет, когда наткнулась на термин лесная амнистия. Да, это вот еще одно направление, да, еще одно направление работы, которую мы в прошлом году только начали. Ну, напомню, что 29 июля прошлого года был принят федеральный закон 280-й ФЗ. Он там, название его достаточно длинное, но если просто говорить о лесной амнистии. Помните, наверное, когда наш губернатор Андреевич Воробьев обратился к президенту Владимировичу Путину с тем, чтобы решить вопрос так называемых наложений земель лесного фонда на собственность юридических и физических лиц. И в данном случае люди страдают, потому что там, где произошло наложение, вот с теми земельными участками невозможно ничего делать, оформить, продать, по наследству оставить и так далее. Суть этого законопроекта стоит в том, чтобы убрать вот эти все наложения земель и оформить соответствующим образом собственность земельную на юридических и физических лиц. Суть этого закона состоит в следующем. Там, где существовало право собственности на землю и на имущество до 1 января 2016 года. Вот в данном случае эти вопросы будут рассматриваться. Сейчас готовится механизм исполнения этого закона, то есть подзаконные акты, порядок. На сегодня он выглядит в общем следующим образом. В каждом из регионов создается комиссия или рабочая группа, которая рассматривает заявления юридических и физических лиц на предмет наложения земель лесного фонда. Такие же комиссии или рабочие группы в перспективе планируется создать во всех муниципальных образованиях. И каждый, подчеркиваю, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. То есть это заявительный вариант? Это заявительный характер. Вы знаете, в этом отношении есть два существенных момента. С одной стороны, есть реальные случаи, когда люди страдают и нужно исправить эти ошибки. А с другой стороны, мы не должны дать возможность таким образом выделенные каким-то образом раньше участки земель лесного фонда, дать право их использовать дальше для строительства коттеджей или еще каких-то. Вот тут мы должны сохранить земли лесного фонда в Московской области. Почему? Потому что это наше главное достояние региона. И в условиях такой плотной застройки, плотности населения, вот это, наверное, задача номер один с другой стороны. Поэтому очень тщательный подход к реализации принятого федерального закона. Я думаю, это перспектива текущего года, когда реально уже после подачи заявлений, комплекта документов будут рассматриваться все случаи и оформляться соответствующим образом право собственности на те или иные земельные участки гражданами и организациями. А считали каким-то образом, сколько граждан и организаций может быть вовлечено в эту тему, скажем так, в Московской области? Сейчас эта работа проходит, поэтому назвать трудно. Я думаю, эта работа будет проведена в этом году. Но я скажу так, что объем достаточно большой. Спасибо. Еще один вопрос, вернее, ваше направление деятельности законодательное. Я год назад, в начале прошлого года, была в областной думе, был большой семинар, который был посвящен вопросу вовлечения объектов недвижимости по постановке их на учет. Это открытая трибуна. Да, эта работа ведется, я так понимаю, с конца 2016 года. Вот она началась, развернулась. И какие уже результаты есть, можете назвать. И какие причины того, что люди не регистрируют свою собственность? Коттеджи, бани, домики дачные? Вы знаете, Ирина, здесь целый комплекс проблем, которые решает эта работа. Во-первых, хотел бы сказать так, что все объекты, которые построены на земельных участках, находящиеся в собственности граждан, должны быть оформлены. Объясню почему. Ко мне очень много обращаются людей, которые хотят с этими участками что-то сделать. Продать, по наследству оставить и другие операции. И невозможно, потому что они не оформлены. И здесь нужно разделить этот процесс на процесс оформления и вовлечение в налоговый оборот. Хочу сразу сказать, что сейчас при создании единого кадастрового органа стало делаться гораздо проще. И здесь нужно понимать, что налог-то на имущество берется не со всех. Ну, во-первых, все 17 льготных категорий освобождены у нас в области от имущественного налога. Еще более того, жилые дома, которые расположены на этих участках, менее 50 квадратных метров, они также не облагаются налогом. По сути дела, этот налог, если брать со всего количества строений Московской области, он тоже существенный. По нашим данным мониторинга в 2016 году, это порядка 500 тысяч объектов, которые нужно ввести в налоговый оборот. Это порядка 2 миллиардов рублей, которые поступят, эти доходы от налогов в бюджеты органов местного самоуправления. А это значит решение вопросов социального характера. Дороги, освещение, благоустройство и так далее. Второй момент, который я хотел отметить, это социальная справедливость. Вот те, кто поставил на учет и платит налоги, ну, наверное, так мягко скажем, обижаются на тех, кто этого не сделал, не поставил на кадастр учет и не платит налоги. А требуют все одинаково с органами местного самоуправления решение вот этих инфраструктурных, социальных задач наших населенных пунктов. Поэтому здесь тоже нужно привести в соответствие с тем, чтобы были мы в равных условиях. Более того, в 2007 году был принят федеральный закон, по которому по истечении 10 лет, если на землях ИЖС, выделенных 10 лет назад, не построен и не поставлен на учет объект, который был заявлен жилой, то налог на землю удваивается. Это вот стимул такой административный, который на сегодня тоже начал действовать. И к нам обращаются многие жители, особенно за прошедший год, с вопросами постановки на учет. Здесь тоже есть достаточно много проблем. И они совпали с тем, что у нас Росреестр и Роскадастр за прошедший год провели огромную работу по слиянию в единый кадастровый орган. И сейчас проходят мероприятия по наведению порядка, потому что Роскадастр свой учет вел, Росреестр свой. И иногда земля, оформленная по собственности, не совпадает с объектом, оформленным собственностью по территории. И огромное количество наложений соседних участков на участке соседа и так далее и тому подобное. Я думаю, что в течение времени до 2022 года, приблизительно с учетом лесной амнистии и проведения вот этих мероприятий по постановке на учет, мы должны навести полный порядок с тем, чтобы наши жители не страдали от того, что когда встает вопрос, что делать или какие-то операции с земельными участками, с недвижимостью, не было проблем. Сами виноваты. Зарегистрируйте, поставьте на учет. Сейчас эта работа развернута, действительно она идет и вся законодательная основа для этого сегодня создана. Только остается организовать этот процесс и добиться как можно большего процента наведения порядка в этой сфере. Скажу так, по общим показателям, где-то порядка 80% в едином кадастре это совпадение вполне нормальное. И там все в порядке с недвижимостью, с земельными участками. А вот 20% это как раз то, что мы сегодня делаем и с земельными участками, и с недвижимостью. Спасибо. Давайте, продачников, продолжим разговор. У нас с 1 января будущего года, 2019-го, вступает в силу новый закон о деятельности садоводческих товариществ или о садоводах, если проще говорить. Вы в субботу на большой конференции районного союза садоводов выступали и об этом рассказывали. Но там аудитория всяко поменьше, чем у нас. Расскажите коротко основные моменты, что ждет дачников принципиально нового, потому что сколько у нас владельцев домиков и домов? У нас около 400 различных дачных и хозяйственных кооперативов. Суть нового законопроекта, который вступит в полном объеме с 1 января 2019-го года, заключается в том, что с сегодняшних семи форм остается только две. Это СНТ и ДЕНТЭ, то есть дачная и, как говорится, те, кто занимается огородами. Садоводческие и дачные. Так, чтобы эти формы четко имели свои полномочия, свои особенности в рамках законодательства. Будут преобразованы действующие? Естественно, да. За этот год нужно привести в соответствие уставы наших СНТ и ДЕНТЭ. И, конечно, сегодня что люди ждут? Они уже ждут то, что, например, в тех же дачных кооперативах нужна хорошая инфраструктура. То есть это электричество, вода, газ, дороги. Более того, приведение в соответствие с теми нормативами, которые сегодня осуществляются в населенных пунктах, создание социальной сферы. Ну, иными словами, что сегодня процесс неконтролируемый. Знаете, с чем? На таких дачных участках есть автомойки, автомастерские, есть магазины, есть там самовольно построенные какие-то объекты, либо детские и спортивные площадки. Вот все это требует регламентного приведения в соответствии с законодательством. Более того, формы организации работы внутри этих товариществ, они тоже претерпевают большие изменения. Больше ответственности и полномочий получает общее собрание, либо руководящий орган, который избран этим собранием. Потому что сегодня очень многие вопросы по сбору, например, членских взносов, по распределению тех участков, которые оказываются заброшенными, и решение вопроса с ними требует изменения в законодательстве, которые сейчас проведены. И вот с 1 января следующего года как раз он начнет действовать, и в рамках этого закона многие вещи позволят нашим садоводам и огородникам привести в соответствии с требованиями сегодняшнего времени и условиями, в которых сегодня находятся вот эти дачные и кооперативы, которые занимаются огородничеством. Кому нужно поработать в рамках подготовки, чтобы с 1 января все... Естественно, здесь у нас в Щелковском районе существует союз садоводов Щелковского района, который занимается этим вопросом. Что-то надо будет или самим владельцам домиков, участков, или председателям советов, или муниципальным властям, или... Самим владельцам земельных участков и строений это оформить. Органам местного самоправления оказать помощь в создании инфраструктуры. А также решить вопросы, ну знаете, такие, будем так говорить, жизненно необходимые, как почтовый адрес, как сбор и оплата с использованием финансовых средств. Ведь как до этого существует порядок, председатель собирает, записывает в книгу, сдает и так далее. Но это, как бы, много есть проблем в этом. И, кстати, к нам много обращаются с жалобами, что деньги собрали, деньги куда-то пропали. Даже и в этом вопросе придется навести порядок. Хотя я скажу, что это непросто. Непросто. Почему? Потому что подавляющее большинство дачников и огородников – это пенсионеры. Которые на сегодня вот этими технологиями цифровыми не очень хорошо пользуются. Поэтому помощь администрации должна быть обязательно. Плюс еще такие вопросы, как сбор и вывоз мусора, заключение договоров, ну и так далее. Вот весь комплекс вопросов, которые организационных, нужно провести в течение 2018 года. Ну что ж, сил всем тем, кто в этом будет задействован. Владимир Николаевич, давайте прервемся на несколько минут на рекламу. А потом, когда вернемся в студию, поговорим о вашей работе в округе. И поговорим о… Есть такой у нас еще момент о перспективах раздельного сбора мусора в Подмосковье. А пока небольшой перерыв. Возвращаемся в студию прямого эфира. Спасибо, что вы с нами. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня депутат Московской областной думы, председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин. Говорим о работе депутата за 2017 год и о перспективах на год наступивший. Вот такой вопрос, который я уже проанонсировала. Губернатор в своем недавнем обращении ежегодном дал отмашку, можно сказать, внедрению с 2019 года повсеместному внедрению в систему раздельного сбора мусора. Пока сейчас у нас 13 пилотных муниципалитетов, где эта система в разной степени интенсивности уже применяется. Но с 2019 года, видимо, на это придется переходить всем, в том числе и Челуповскому району. Вы, я знаю, в недавнем прошлом стояли даже у истоков разработки этой системы, да? Расскажите, пожалуйста, что нас ждет, на каком этапе сейчас эта работа. И ведь очень много надо сделать не просто каждому жителю два ведра поставить дома, а еще и построить на областной земле станции сортировочные, перерабатывающие заводы. Сейчас это есть, но мало. Вот как это все будет делаться? Действительно, с 2011 по 2016 год, в прошлом созыве, в деятельность комитета входила и природопользование, и экология. И все вопросы законодательные рассматривались тогда в рамках комитета, который я возглавлял. Сегодня создан отдельный комитет, комитет по экологии и природопользованию, который уже реализовывает те наработки, которые были сделаны ранее. Суть этой территориальной схемы размещения объектов переработки твердых бытовых отходов заключается в следующем. Первое. Мы должны создать новую отрасль. Если сегодня выглядит этот процесс следующим образом. Мы собрали мусор, его отвезли на свалку, и бульдозер все закопал. И порядка 5% только перерабатывается. В основном это металлолом, отчасти бумага и так далее. Московская область по этой территориальной схеме разделена на 7 секторов. В каждом секторе сейчас идет процедура назначения оператора по конкурсной процедуре. И с 1 января 2019 года эта схема должна заработать. Сегодня рано еще говорить о том, что это все есть, и она сразу с 1 января 2019 года заработает. Вот если так объяснить чисто по бытовому, то у нас в каждой квартире на кухне должно быть два ведра. Первое ведро мы собираем то, что можно переработать. Это 6 фракций. Стекло, пластик, бумага, металл, резина и так далее. А во второй, да. А во второй это то, что подлежит утилизации. Это в основном такие бытовые отходы органического характера. Вот мы должны с этими двумя ведрами выйти во двор. Там должны стоять отдельные бачки, плюс еще третий бачок, который для батареек и других опасных отходов. У нас есть картинка на примере бытищ. Да, и вот дальше эти бачки должны ехать в разные стороны. В каждом муниципалитете должен создан быть объект сортировки. После этой сортировки каждая из фракций, пластик, стекло, должны направляться на предприятия по переработке. Отходы, которые подлежат утилизацию, на мусоросжигающие или мусороперерабатывающие заводы, а остатки уже захораниваются на новых полигонах. Вот этой структуры пока нет на сегодня. И пока мы это не создадим, и организационно, и технологически, то понятно, что жители на сегодня, ну как можно стимулировать, чтобы каждый ввел раздельный способ сортировки мусора. А как, кстати, стимулировать жители? Как будут, естественно, созданы эти элементы, реально, которые существуют, способов очень много. Ну, во-первых, если предприятия, организации или ТСЖ, управляющие компании, сдают мусор в нерассортированные, да, одна цена. Те, которые рассортировывают, другая цена. Это нормальная мировая практика. Торговые сети должны включены быть в эту систему. Если мы, например, как раньше, бутылки несем, да, сдаем, то на нашу карточку перечисляются средства денежные, которые мы потом используем для покупки нового товара. И вот таких способов администрирования и, так сказать, стимулирования людей достаточно много. Но еще раз повторюсь, что мы в самом начале пути, и программа эта рассчитана на 7 лет. До порядка 2022 года мы эту структуру должны создать, которая заработает. И где-то планируем потихоньку приблизиться к 30-40% переработки твердых бытовых отходов. Сейчас у нас этот процент составляет 5-7, не больше. Кстати, да, вы сказали, что в основном металлолом, да, это вот как раз то, когда люди сдают и получают за это какие-то деньги. Небольшие, но деньги. Ну, вы знаете, здесь вот... А в Европе я знаю, в той же Германии, там, простите, что перебиваю, там за пластиковые бутылки тоже люди приходят, в определенное место сдают и получают за это реальные евро. Мы же в рыночной сейчас экономике. Так вот, нужно понимать, производство продукции из исходного сырья, либо вторсырья, это две большие разницы. Так вот, производство металла из металлолома гораздо дешевле, чем производство металлолома из руды. А вот все остальное требует доплаты тем финансовым и экономическим структурам, которые будут этим заниматься. Для этого существует созданный экологический фонд, как вот у нас дорожный фонд, так и экологический, который будет как раз вот этим регулятором стимулировать доходность того или иного сектора переработки. И в данном случае мы должны стимулировать бизнес, который бы занимался переработкой вторсырья. А в свою очередь уже бизнес стимулирует людей к тому, чтобы они были заинтересованы в раздельном сборе и сдаче тех фракций, которые перерабатываются. То есть, еще раз говорю, это очень сложная, достаточно затратная система, на которую те же страны Запада или Северо-Запада, так называемая скандинавская модель, переходили как минимум 30 лет. Нам этот срок уже нереален, поскольку сегодняшние запасы емкости наших свалок, если как-то говорить, они исчерпаются буквально через 4 года. Но и с другой стороны уже существуют технологии, которые выработаны, которыми мы можем воспользоваться и ускорить этот процесс создания вот этой новой отрасли. – Ну, эта перспектива реальная, и нам никуда от нее не уйти. – Альтернативы нет. – Будем информировать наших зрителей об этой работе. От нас-то немного требуется. Я уже померила дома, два ведра нормально стоят рядом. – Да нет, большинство людей по отзывам, по нашим исследованиям готовы это делать. Они задают простой вопрос, куда чего нести, и что будет дальше. Если мы сейчас скажем и поторопим этот процесс, давайте два ведра, выносите два бачка, но когда подъедет мусорная машина, да, и эти два бачка сыпят в одно и повезут, вот это будет просто, что называется, испортим всю эту идеологию. – Да, такого абсурда, наверное, все-таки не дойдет, и когда заработает, будем надеяться, что скорее заработает. Будем ждать. Переходим к вашей работе в округе. Что-то мы с вами много интересного рассказали о теории, давайте о практике. Хотя тоже с 2011 года областной бюджет формируется по программному принципу. И сначала мы привыкали, но сейчас вроде как уже все работает, берется точка приложения бюджета, берется комплекс проблем, который вот так и решается. Часть средств из области, часть софинансирования муниципальная и ваш контроль по тем или иным направлениям. Давайте смотрим картинку, как вы работали в районе, в вышедшем, да и в этом году. А вы расскажите, какие проблемы таким образом реально удается решить? – Сегодня мы констатируем тот факт, что с 2011 года программный метод бюджетирования и финансирования всех работ, которые ведутся на территории муниципальных образований, и по принципу софинансирования он приносит свои плоды. В чем? В том, что каждая сфера сегодня отдельно развивается. Вот эти 17 государственных программ, в составе которых огромное количество подпрограмм, они равномерно распределяют усилия органов и местного самоправления, и органов государственной власти Московской области, то есть правительства, в решении различных социальных программ. Ведь, ну, если что-то одно делать, то другое будет приходить в упадок. Поэтому и благоустройство дворовых территорий, и дороги, и строительство новых школ, и строительство детских садов, и вопросы освещения наших городов, и чистая вода, и парковые зоны, зоны отдыха, и спортивные объекты, объекты культурного досуха, все это как раз в этих программах прописано. И мы финансируем все эти программы. А вот задача моя, как депутата областной думы, работающего в своем округе, с органами местного самоуправления, мы обговариваем и сосредоточиваем усилия на тех программах, которые необходимы на данной территории. А дальше уже выбираются объекты, в которые вкладываются денежные средства. Это вот первая часть работы депутата областной думы. А вторая – это контроль. Контроль исполнения этих программ. Тоже вот в течение этого года мы, как депутаты областной думы, этим занимались. Не только контроль заключается в том, правильно ли использовано денежные средства, качественно ли выполнена тайная работа. Это само собой разумеется, но это больше функция органов местного самоуправления. Наша главная задача – понять, где объективно можно исправить в законодательном плане или в организационном плане те проблемные моменты, которые затрудняют, либо не способствуют выполнению тех или иных работ. Спасибо. У нас есть звонок телезрителя. Давайте послушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Вот хочется задать господину Шапкину такой вопрос. Вот согласно федерального закона, инвалиды первой группы освобождены от земельного налога. Но почему-то Щелковский район к этому вопросу относится в 50% отношении. То есть 50% инвалиды первой группы должны все-таки платить. Как вы относитесь к этому вопросу и будет ли он решаться? И мне кажется, это не очень красиво по отношению к инвалидам первой группы. Они могут быть даже лежачие. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ответ ваш, пожалуйста. Спасибо за вопрос. По поводу этого положения в Щелковском районе я себе записал этот вопрос. Уточню, почему именно так. Действительно, по федеральному законодательству это должно выглядеть именно таким образом. Поэтому обязательно у меня помощники фиксируют этот вопрос. И контакты те, кто задает вопросы, себе записывают. Мы обязательно ответим. Вот вам обратная связь, как вы просили. Следующий вопрос. Отдельная тема – это программа восстановления инфраструктуры бывших военных городков. Очень важная и очень действительно реальная и действенная. Будет ли она продолжаться? Вы же еще и председатель комитета по передаче этого имущества городков. А их области у нас 385 городков, бывших на территории Московской области. Но если кратенько… Мы покажем сейчас, что делалось и делается в Монине и в Новом городке. Если коротко, буквально предысторию. В 2011 году вышел федеральный закон, который позволил принимать от Министерства обороны собственность муниципальных образований бывшие военные городки и землю, и объекты. Была создана совместная комиссия с Министерством обороны. Эта процедура была проведена поэтапно. Сначала мы приняли социальные объекты. Это уже достаточно давнишняя история, когда мы принимали детские сады, школы, поликлиники, дома культуры. Затем жилой фонд, а затем инфраструктуру. И, в конечном итоге, земельные участки. Вот сегодня мы уже третий год приступили к реализации программы восстановления инфраструктуры военных городков. Буквально сегодня я только что приехал с совместного заседания четырех комитетов в ЗАТО-Власиха. Это военный городок, где мы на сегодня определились по дальнейшей работе. У нас есть много вопросов по бывшим объектам военторга. У нас есть много вопросов по передаче оформления земельных участков от Министерства обороны. Процесс этот достаточно длительный, потому что Министерство обороны с удовольствием нам все это передает. Но это же все нужно оформлять. Это нужны финансовые средства из бюджета. Поэтому в один миг такое огромное количество объектов и земельных участков не представляется возможным оформить. И второе направление, об этом и Андреич Воробьев отметил. Мы будем продолжать работу восстановления военных городков до полного решения всех социальных вопросов и восстановления инфраструктуры военных городков, как это и во всех муниципальных образованиях. То есть подтянуть уровень благоустройства этих территорий до уровня муниципалитетов. Что еще в планах в Щелковском районе? Вы вот недавно загорянцам сказали, что микрорайон теперь уже в ШК, да? Да, включен в программу. Какие еще территории? Ну, у нас здесь, будем так говорить, все территории бывших военных городков, они вовлечены в эту программу. И здесь на сегодня решается, ну, несколько таких вопросов, что называется, целевых. Ну, к примеру, в этом году выделено в Монино на реконструкцию бассейна, на реконструкцию домофицера. Вот мы видели сейчас, да, там действительно капитальный ремонт. И у нас запланировано строительство котельной в Бакчеванжи, поскольку здесь, ну, действительно такой достаточно проблемный вопрос с отоплением. И кардинально его нужно решить. Также будут дальше продолженные программы благоустройства дворовых территорий, приведения в порядок дорог, капитальный ремонт ветхого фонда, ну, и другие. Вопросы, там, замены сетей инженерных, восстановления освещения этих городков. Ну, по нашим, что называется, планам или прикидкам, будем так говорить, порядка двух-трех лет еще потребуется для того, чтобы выполнить в полном объеме программу восстановления инфраструктуры военных городков. Ну, где-то вот по территории Московской области, бывших военных городков, нет поликлиники, нет детского сада, нет других, так сказать, объектов, вот чего нужно заново строить. Владимир Николаевич, у нас остается с вами немного времени, мы успеем только один вопрос еще большой обсудить, но который всегда интересует наших телезрителей, а куда депутат потратил средства своего депутатского фонда. У вас у каждого депутата в год 15 миллионов выделяется, ну, вы разделили на Щелковский район, на Балашиху, Поровну, по 7,5. Расскажите, пожалуйста, самые такие основные направления, мы покажем. Ну, вы знаете, бывая на объектах, в организациях, предприятиях, в школах, детских садах, выделяешь те острые проблемы, решения которых позволят, ну, буквально улучшить качество работы в тех же школах, детских садах. Это те проблемы, которые, может быть, в рамках государственных программ, о которых мы не говорили, будут долго решаться, и их нужно решить сейчас. Это оборудование, это медицинское оборудование, вот в поликлиниках, поэтому приоритет здесь в прошлом году был нацелен на то, чтобы в школах, в поликлиниках, в детских садах, в спортивных сооружениях, в домах культуры, вот такие острые небольшие проблемы решить. Ну, и, конечно, средства были еще направлены на оказание материальной помощи жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. План уже готов на 2018 год, потому что проблем таких вроде и небольших, но кардинально решающих для конкретной организации ту или иную проблему. Ну, наверное, этот фонд очень эффективный инструмент в работе областного депутата. Ну, приоритеты, наверное, трудно определять, потому что желающих всегда больше, чем возможностей. Да и все сферы, они очень важны. Ну, как не закупить, например, поликлинику автомобиль, который ездит к нашим больным вместе с терапевтом и детским врачом на дом, да? Мы практически обеспечили автомобильными все наши медицинские учреждения, еще там осталось нам немножко доработать. Как не закупить оборудование, которое в поликлиниках, так называемые экспресс-анализы, чтобы люди не ехали сюда, в Щелково, а там провели анализы на сахар в крови, сняли электрокардиограмму и так далее. В наших детских садах оборудование, которое позволяет эффективно организовывать воспитательный процесс. Либо там замена окон деревянные на пластиковые, либо в школе это интерактивные доски. То оборудование, которое позволяет качественно улучшить сам процесс обучения наших детей. Спортивное оборудование, спортивная одежда, дома культуры, звукоусиливающая аппаратура и так далее. То есть проблем много и каждый год заявок очень много и мы стараемся как можно глубже вникнуть и взять именно ту проблему, которую необходимо решить. То же самое у нас дети в дополнительном образовании хотят получить навыки будущих профессий. Но может быть у нас будут кинорежиссеры российского уровня или международного, может быть у нас будут инженеры робототехники. Это как раз то, чего необходимо сегодня делать для того, чтобы наши дети получали навыки будущих профессий. Пару минут у нас остается всего. Я вам предоставляю это время. Распоряжайтесь им как хотите. Ну, наверное, в преддверии 8 марта я хотел бы поздравить наших женщин с праздником весны, 8 марта. Все, что мы делаем, мужчины, это делаем ради наших женщин, ради семьи. Хотел бы пожелать здоровья, семейного благополучия и любви. Ну и, конечно, планов на 2018 год много. Мы совместно с органами местного самоуправления уже программы на 2018 год, что называется, сформировали. Наступает период активной их реализации. Сегодня идут подготовительные. Задач очень много. Это и ликвидация второй смены в школах, это дальнейшее благоустройство дворовых территорий, наших дорог, освещение, программа «Чистая вода», строительство новых детских садов. Поставил президент эту задачу. И открытие ясельных групп и так далее. Я думаю, что сегодня действительно, вот из послания президента мы видим, что мы имеем на сегодня задел и основы для развития нашей страны, нашей Московской области и нашего Щелковского района. Поэтому самое главное, чтобы мы с условием внутренней политической стабильности и надежной защиты рубежей нашей Родины могли решать эти проблемы. Спасибо, Владимир Николаевич. От всех женщин спасибо за поздравления. И хочу всем напомнить еще, что 18 марта выборы. Не забудьте обязательно сходить и голосовать. Всего доброго. Оставайтесь на Щелковском. Это была программа «Диалог». До свидания.